О туристическом потенциале Азербайджана мы поговорим с нашим гостем. На прямую связь со студией выходит советник председателя госагентства по туризму Кенан Гулузаде. Кенан Амелем, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Президент Альхам Алиев принял участие в открытии второй части Центрального парка столицы. До этого было открытие ряда объектов в Белом городе. То есть городская инфраструктура постоянно обновляется. Обогащается архитектурный облик города Баку. Вот как развитие городской среды скажется на привлечении туристов в Азербайджан? Уже более 10 лет в Азербайджане проводятся масштабные инфраструктуры. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты, которые осуществляются не только в столице страны, но и в регионах. И это дает огромный импульс для развития туризма. Строятся отели, открываются парки. Это все туристические продукты, это все туристические услуги. Есть такое понятие «скучное место», «боринг плейс» называется, когда характеризуется какая-либо туристическая десценация. То есть все, что реализуется в этой сфере, это позволяет избежать вот этого скучности и так далее. Человек, который приезжает в Азербайджан, приезжает в нашу столицу, он с каждым годом получает все больше продуктов, все больше услуг. И это приводит к росту числа туристов, посещающих Азербайджан ежегодно. Мы в этом году наконец-то восстановились в постпандемийный период. Мы уже можем сказать, что к концу года количество гостей, приехавших в Азербайджан, превысит полтора миллиона человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Ну и, конечно же, мы стараемся с каждым годом представлять новые услуги. Баку – это основной хаб страны, это основная туристическая десценация, которая больше всего привлекает туристов со всех сторон мира. Ну и, конечно, азербайджанские регионы и наши коридоры туристические в основном стартуют, так сказать, из Баку. Это и в северном направлении, и в северо-западном, и на южном направлении. И по этим коридорам, вокруг этих коридоров в Азербайджане и строится основная туристическая инфраструктура. Вчера господин президент открыл новый отель в северном направлении Азербайджана, что также является дополнительным вкладом в развитие туристической индустрии страны. Вот как раз-таки сейчас зимний сезон, да, вот курорт Шахдаг, да, азербайджанский, вот вошел в топ-5 популярных горнолыжных курортов в СНГ. Ну, у нас три туристических комплекса. Шахдаг – это, конечно же, ведущий комплекс и его маркетинг, и его узнаваемость во всем мире, и в первую очередь на основных наших рынках, в том числе и на рынках России и страны СНГ, и постсоветского пространства. Наибольшая узнаваемость у Шахдага. Есть у нас еще Гадаля, и есть третий комплекс, новый он, в Нарчеванской автономной республике. Шахдаг сейчас, можно сказать, под завязку. Завтра, праздничные дни уже в Азербайджане стартуют, с наступающими вас, кстати. И вот по последним данным, заполняемость Шахдага уже стопроцентная, и высокие показатели мы имеем уже до конца января, что в Шахдаге будет очень много гостей. В процентном отношении большая часть гостей – это местные жители, 60%, но очень много иностранцев, и в первую очередь из стран ближнего нашего зарубежья, и южных гостей у нас тоже много, из стран залива, из Индии, Пакистана и так далее. Зимний СИЗО в Азербайджане обещает быть очень ярким, насыщенным. Наши туристические комплексы подготовили новые продукты, и мы думаем, что этой зимой в Азербайджан всем стоит приехать, у вас будет хорошо, на самом деле. Кирилл Анатольевна, во-первых, у вас также с наступающим Новым годом, а во-вторых, в центре внимания главы государства также находятся регионы, как и вы отметили, то есть открытие гостиниц, баз, отдыха, оздоровительных центров. Вот только вчера, как вы уже сказали, был открыт комплекс отдыха «Шабран». Насколько это повлияет на развитие этих регионов и на увеличение, в целом, туристического потока в страну? Здесь два основных, безусловно, повлияем. Здесь два основных фактора. Первое, это создаются туристические услуги, новые туристические услуги, новые туристические возможности. В Азербайджане на данный момент функционируют более 400 отелей, половина из которых находится в регионах, половина из которых находится в столице, в Баку. И, конечно же, государство предоставляет льготы, налоговые льготы и так далее для строительства все новых отелей в Азербайджане, причем с разными звездами. То есть это не только лакшевый сегмент, но и сегмент, скажем так, более-менее бюджетный сегмент, экономный сегмент и так далее, потому что мы сейчас расширяем нашу географию, и в Азербайджан приезжают, скажем так, разные гости с разным бюджетом из разных стран мира. В регионах Азербайджана идет активная работа. Эта работа делится, скажем так, на два основных направления. Это традиционные туристические коридоры Азербайджана, на котором находится и новый отель, построенный в Шабране. Это северное направление Азербайджана. И освобожденные территории, на которых строится фактически с нуля строится вся инфраструктура, в том числе и туристическая инфраструктура. В следующем году в Азербайджане будут созданы региональные советы по туризму. Это очень важно, потому что каждый регион, каждая персценация имеет, скажем так, свою особенную специфику и характеристику. То есть южные регионы отличаются от северных, западных, от восточных и так далее. То есть и по каждому региону будет подготовлена маркетинговая стратегия, стратегия по продвижению продуктов, по взаимодействию государственных структур с бизнес-структурами и так далее. Параллельно в восьми регионах Азербайджана будут созданы наши региональные управления. Это Гянджак, Чаки, Лянгеран, Мингачевиль, Губар, Исмаилы и Гарабах. Восемь региональных управлений у нас будет создано. Очень активно сейчас в Азербайджане развивается внутренний туризм. Это по понятным причинам в постпандемийный период. В большинстве стран локомотивом является внутренний туризм. Но и открываются возможности для того, чтобы вернуться к цифрам 2019 года, рекордного для всех года, когда, к примеру, в Азербайджан приехало более 3 миллионов гостей. Мы думаем, что к 2026 году в Азербайджан, уже по итогам 2026 года, в Азербайджан перебудет около 4 миллионов человек. Мы превысим показатели 2019 года. И ежегодный рост в ближайшие годы в Азербайджане будет плюс 20%. Все больше туристов прогнозы хорошие. Дай Бог, чтобы не было больше никаких потрясений в виде пандемии или теоретики о политических изменениях, которые вокруг нас происходят и которые, скажем так, перенаправляют потоки туристов в нашем регионе. Кенан Мэль, большое вам спасибо за ваш комментарий. Я также поздравляю вас еще раз с наступающим. Спасибо вас также, Лидия Ант. Большое спасибо. На прямую связь со студией выходил советник председателя Госагентства по туризму Кенан Кулузаде. Спасибо. Спасибо.